Телеканал КРТ представляет Кстати, прошу знатоков турецкого языка не писать мне в комментариях о том, что дословный перевод названия праздника с турецкого – День памяти Ататюрка молодежи и спорта. Дело в том, что в турецком оригинале слово «память» относится исключительно к Ататюрку, а в русском возникает подозрение, что поминают также молодежь и спорт. Кстати, возникновение этого названия само по себе интересно. 19 мая 1919 года первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк в Черноморском порту Самсуния объявил мобилизацию против иностранной интервенции, которая в тот момент ассоциировалась с греческой оккупацией части турецкой территории. Хотя сама Греция считала, что возвращает свои исторические земли со значительным процентом греческого населения, как православного, так и отуреченного. И этот день, 19 мая, отец турок, а именно так переводится титул Ататюрк, стал считать своим днем рождения. В рамках существующей идеологической конструкции создания Турецкой Республики на обломках Османской империи, основу движения за независимость составляла молодежь, которую Ататюрк предлагал сделать важнейшим элементом нового государства. И действительно, мы можем констатировать, что именно опора на светскую молодежь позволила Мустафе Кемалю практически преодолеть консервативную исламистскую традицию. Вся жизнь Ататюрка была образцом торжества светского образа жизни над религиозным, включая его смерть в 1938 году от цирроза печени, вызванного алкоголизмом. День Ататюрка впервые отмечался в 1935 году, и в честь праздника в Стамбуле был устроен День спорта, видимо, как демонстрация того, что светский образ жизни все-таки совместим со здоровым. После чего было решено соединить День Ататюрка с Днем молодежи и спорта. В то же время 19 мая уже четверть века является официальным Днем скорби Греции в связи с геноцидом понтийских греков, турками в период с 1916 по 1923 год в ходе Первой мировой войны, плавно перешедшей в регионе во Вторую Турецко-Греческую войну. Для тех, кто представляет себе историю турецко-греческих отношений на протяжении примерно тысячелетия, начиная с 11 века, неудивительно, почему именно 19 мая было выбрано греческим парламентом в качестве Дня памяти жертв геноцида. И это, кроме всего прочего, с неизбежностью обостряет риторику турецких лидеров в преддверии Дня Ататюрка. Тем более, что в этом году праздник пришелся на разгар эпидемии коронавируса и экономического спада, продолжающегося уже длительное время, но усугубленного COVID-19. Однако, на этот раз президент Турции Раджеп Таип Эрдоган умудрился таки неприятно удивить своим радикализмом. Согласно официальному агентству Ватикана, агенция Фидес, в воскресенье 11 мая Эрдоган в своем видеобращении по итогам заседания правительства в качестве вдохновителей антитурецкой враждебности назвал армянское и греческое лобби. Впрочем, изначально в речи Эрдогана два христианских меньшинства попали в компанию исламистского движения проповедника Фетхуллаха Гюлена Фето, рабочей партии Курдистана и неких враждебных центров, базирующихся в странах Персидского залива. Но далее султан высказался еще более конкретно. «Мы не позволим этим уцелевшим от меча и террористам снова восстать. Они до сих пор еще есть, хотя в нашей стране их стало намного меньше». Дело в том, что «уцелевшие от меча» – это вполне четкое идиоматическое выражение, означающее презрительное наименование христиан, переживших резню в Османской империи – армян, греков и ассирийцев. В целом, обвинение в армянских или греческих корнях является нормой турецкой политической культуры. Однако в самой Турции генетические тесты запрещены. Возможно, потому что прошедшие их за рубежом как-то слишком часто обнаруживают, что они минимум наполовину греки, армяне или ассирийцы. Когда в 2019 году мэром Стамбула стал представитель оппозиции Экрем Иммануглу, Эрдоган прокомментировал это так, цитата, «кто больше всего обрадовался исходу выборов? Греки. Их газеты написали, что грек завоевал город». Впрочем, кто кому по Пандопулу – вопрос в Турции обоюдоострый. Так, турецкий историк Чезми Юрцевер утверждает, что согласно архивному списку плательщиков налогов в Османской империи, дед Эрдогана был греком. Более того, возглавлял греческий отряд самообороны в период Второй Турецко-Греческой войны. Кстати, сам Эрдоган в 2011 году в интервью турецкому телеканалу НТВ на вопрос о своей национальности ответил по-восточному уклончиво. Мол, он спросил у своего отца, турки ли они, на что отец ему ответил, цитата, «твой дед сказал мне, когда мы умрем, у нас спросят, в какого бога мы верим и кто наш пророк. Они не спросят нас, из какой нации мы происходим». Конец цитаты. Так вот, переходя от национальной темы к религиозной, можно найти определенный символизм, что в этом году с Днем Ататюрка молодежи и спорта совпал большой религиозный праздник Лайляд-Уль-Кадр – Ночь могущества и предопределения, которая приходится на последнюю декаду Рамадана. В эту ночь ангел Джабраил, библейский Гавриил, передал молящемуся пророку Мухаммеду первые стихи, священного для мусульман Корана. Считается, что в Лайляд-Уль-Кадр природа тиха и безбятежна, звезды не падают, погода стоит безоблачная и без осадков. У этой ночи есть свой необычный блеск, сияние, а утром солнце восходит, как полная луна, без ослепляющих лучей, с нежным светом. Во всяком случае, в Киеве ночь на 19 мая была тихой, а рассвет очень красивым, с радугой. Видимо, именно радуга потянула меня на нетолерантную лирику. Тиха варфоломеевская ночь, чудно сено при тихой погоде, и редкий гугенот доплывет до ее середины. Ладно, не время сейчас ни для толерантности, ни для лирики. Поговорим о патриархе Варфоломея, который вряд ли сейчас спокойно спит ночами. Итальянское издание «Азия Ньюз» сообщает, что в спецвыпуске турецкого журнала «Герчек Хаят» издательской группы «Ени Сафак», которая принадлежит семье зятя президента Турции, обвиняются. Константинопольский патриарх Варфоломей, главный раввин Стамбула, он же Хакам Баши, Исхак Халев, а также некоторые представители армянской общины в поддержке запрещенного в Турции движения Фета, проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого официальный Стамбул связывает с попыткой военного переворота 16 июля 2016 года. При этом Варфоломей назван главным пособником Гюлена в Турции. Нельзя сказать, что подобного рода обвинения редкость, хотя на этот раз Фонар резко отреагировал на публикацию. Однако есть основания полагать, что в этом году в силу опять-таки символизма дат, жесткие обвинения в адрес Варфоломея могут стать информационной подготовкой одного весьма радикального решения турецких властей. Тревогу вызвал твит Фахреттина Алтуна, директора по связям с общественностью при президенте Турции от 11 мая, в котором он сопроводил фотографию собора Святой Софии текстом, цитата, «Мы соскучились, но будем терпеливы, мы сделаем это вместе». Напомню, что начиная с 1935 года собор Святой Софии при мудрости Божьей имеет статус музея Айя София. Первые девять столетий с первой половины VI века до середины XV это был христианский собор. Именно здесь 16 июля 1054 года прямо во время богослужения легатом Папы Римского кардиналом Гумбертом Константинопольскому патриарху Михаилу Керуларию была вручена отлучительная грамота. В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме папских легатов. Это событие стало ключевым в разделении формальной единой церкви на православную и католическую. После взятия Константинополя в 1453 году армии Мехмеда II собор был превращен в мечеть, а еще через два года освобожденный султаном из рабства монах Геннадий стал патриархом Геннадием II с Халарием. Фреска с изображением того, как султан Мехмед II вручает патриарху Геннадию фирман с подтверждением патриарших привилегий висит при входе в резиденцию патриарха на долгую, так сказать, память в вопросе, кто в Константинополе хозяин. Так вот, 29 мая очередная годовщина взятия Константинополя османами и одновременно в этом году день окончания священного для мусульман месяца Рамадан. К этому можно лишь добавить идею о том, что музей мечети не помеха, как, например, в случае с Голубой мечетью Стамбула, публично высказывался Эрдоганом еще в прошлом году, и это вызывает определенные опасения. А мнение отдельного турецкого чиновника, каковым является Вселенский патриарх, вряд ли кого-то заинтересует. Тем более, что Турецкая республика не признает Вселенский статус патриарха, зато признает альтернативный турецкий православный автокефальный патриархат, созданный еще Ататюрком. Так, на всякий случай.